Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». В ходе недавнего объезда мэр Сергей Кравчук восстановительные работы на этом участке трубопровода должны быть завершены до 24 часов 7 октября. На территории краевого центра зарегистрировано около 30 крестьянско-фермерских хозяйств. Три из них работают в городской черте, все остальные ведут деятельность в пригороде, пашут поля, выращивают овощи, занимаются разведением скота. Лария Хабаровска помогает фермерам, предоставляя места на ярмарках выходного дня. Ряды кадетов МЧС сегодня пополнили 120 школьников и воспитанников детских садов Хабаровска. Торжественная церемония была приурочена ко дню гражданской обороны. После клятвы школьникам выдали погоны, а воспитанникам детских садов – береты. По информации единой городской диспетчерской службы, аварийных отключений холодной воды в Хабаровске нет. Однако без холодного водоснабжения в городе остались более 30 объектов. Воду отключили для плановых работ на коммуникациях на улицах Союзной, Краснореченской, Суворово и Локомотивной. Без холодной воды 26 жилых домов, две школы, две больницы и четыре учреждения. Продолжаются гидравлические испытания теплотрассы зоны ТЭЦ-2. Без горячего водоснабжения остаются жители Кировского, Центрального, частично железнодорожного и индустриального районов. Не во всех домах зоны действия ТЭЦ-1 появилась горячая вода. Причина – повреждения на трассах, которые не выдержали гидравлических испытаний. Без этого ресурса остаются десятки домов на улицах Королева, Юности, Колораша, Краснореченской и других. А также детские сады, школы и административные здания. Выставка-ярмарка «Наш выбор 27» и фестиваль мороженого могут стать туристическим брендом Хабаровска. В этом году мероприятие на городской набережной посетили 400 тысяч хабаровчан и гостей города. С подробностями Станислав Михайлов. Впервые в этом году в Хабаровске провели фестиваль мороженого. И сразу установили рекорд России. За два дня на набережной города бесплатно раздали 16 тысяч порций холодного десерта. Продуктом номер один на этом празднике мороженое стало не случайно. Из трех килограммов популярного лакомства, которое в среднем съедает в год житель края, местного производства меньше половины. В результате крупнейший производитель, Комсомольский молочный завод, не загружен. Эти мощности заняты пока всего-навсего на 60%. И безусловно, наша задача, чтобы до Гомс и все остальные три наших компаний, у нас еще четыре компании, которые производят мороженое, были загружены. В выдуманном городе Мороженский можно было найти мороженое на любой вкус. Всю территорию разделили на игровые зоны для детей. Во второй день фестиваля бесплатное угощение раздавал волшебник, прилетевший на вертолете. Организаторы говорят, что мероприятие было ориентировано в основном на детей, но не каждому ребенку удалось получить свою порцию. Конечно, мы многого не могли предусмотреть, что за мороженым кинутся взрослые совершенно дяди и тети, которых приходилось успокаивать. Я стояла как раз на том рубеже, на входе. Это было, вы не поверите, насколько это было тяжело. Все ошибки учтут в будущем. Фестиваль мороженого в Хабаровске планируют сделать постоянным. Таким, как, например, выставка «Наш выбор 27». На этот раз на ярмарке, кроме ухи, гостям предлагали холодный чай «Кусун», специально разработанный для фестиваля. Напиток на основе дикоросов будет запущен в массовое производство уже в декабре этого года. Напиток, который подается в ресторане, он отличается от напитка, который производится в промышленном производстве. Это разные вещи. По вкусовым качествам, по составу, по ингредиентам. Но нам это удалось. В проекте по продвижению продукции местного производства активно участвует бизнес. Производители и торговые сети во время проведения фестивалей и ярмарок предоставляют скидки на свою продукцию. Цены на топливо, на автозаправка города в последней не меняются, но незначительно. Наш традиционный обзор. Бензин марки АИ-92 стоит на одной из популярных сетей автозаправочных станций 41 рубль 10 копеек. 95-й на 2 рубля дороже. Топливо АИ-98 стоит 43 рубля 70 копеек или 44 рубля. Солярка почти на рубль дороже. Водителям, которые следят за своей машиной, также приходится менять масло и тормозную жидкость. К выбору масла для двигателя автомобилисты относятся очень серьезно. Выбор большой, производители много. Стоимость в среднем 1500 рублей за 4 литра. Еще один товар, необходимый для безопасного управления автомобилем – тормозная жидкость. Экономить на ней не стоит. Цена варьируется от 400 до 850 рублей. Краевый музыкальный театр 5 октября открывает новый сезон опереты «Цыганка и барон». Не путать с цыганским бароном. Это будет новое прочтение всемирной известной опереты Штрауса. Ирина Забродина побывала на сдаче спектакля. Дай руку, чернобровый мой, как бы вы мой знакомик. Оперета Штрауса «Цыганский барон» по популярности уступает разве что его летучие мыши. Поставлен был 133 года назад. А театры до сих пор продолжают вспоминать эту цыганскую историю. Сейчас идет сдача спектакля «Худсовет». Режиссер внимательно наблюдает за происходящим на сцене. Выявляет какие-то недочеты, шероховатости, чтобы исправить их перед премьерным показом. Но в зале уже сидят зрители. Это работники театра и студенты, будущие актеры. Для них это своеобразная школа. Один из главных героев Шандар Баренкай, он же актер Валентин Кравчук, на сцену выходит в кроссовках и клетчатой рубашке. И это уже окончательный вариант его сценического костюма. Да и остальные больше похожи на хиппи. Никаких тебе красных сорочек, позолоченных украшений, цветастых юбок и других привычных атрибутов цыган. Это современная интерпретация классики. Вот и называется не цыганский барон, а барон и цыганка. И знаменитая «Я цыганский барон, я в цыганку влюблен» здесь петь не будут. Новый текст, здесь совершенно другой либрет, либрет Юрия Димитрина, который как раз-таки более осовременивал. И он, в принципе, в последнее время занимается осовремениванием довольно известных оперет, опер, чтобы адаптировать текст к современному зрителю. Музыку трогать не стали только Штраус. Хотя в некоторых театрах, к примеру, одесском музыкальном, Штраус сочетается с хип-хопом. Впрочем, как признаются сами режиссеры, ставить классику даже сложнее, чем современных авторов. Не стал ничего менять, публика возмущается. Сколько можно смотреть одно и то же. Привнес что-то новое – ругаются. Поэтому главное – соблюсти баланс. Наверное, люди будут удивлены такому решению. Первый раз. Придут второй раз. Придут третий. Вот тебе и полные залы будут ходить, пока не поймут все, что мы хотели донести. Но это не значит, что в постановке не осталось ничего цыганского. Будет мистика, гадание и даже огромные карты Таро. И, конечно, главная героиня Сафи, она же актриса Репсиме Сахлиян, будет петь, как настоящая цыганка. Даже в плане голоса нужны здесь совершенно другие краски, чтобы показать всю цыганскую душу нутро. Останется неизменным и финал. Как всегда в оперетах – хэппи-энд. 155 лет назад родился Николай Иванович Градеков. Будущий генерал-губернатор Преамурского края и почетный гражданин Хабаровска. 4 октября – это дата рождения по новому стилю, по старому – 22 сентября. Подробности в историческом календаре. Градеков стал самым выдающимся высшим администратором Преамурского края. Генерал, награжденный практически всеми воинскими орденами Российской империи, сочетал в себе исполнительность, храбрость и огромную работоспособность. Выходец из бедной дворянской семьи всего в жизни добился сам. После многолетней службы на Кавказе и в Туркестане он был направлен в Преамурский край и назначен первым помощником генерал-губернатора Духовского. Градеков фактически руководил краем и после перевода Духовского стал реальным генерал-губернатором. За 4 года службы в этой должности он продвинул край на пути прогресса и цивилизации. Как широко образованный человек он понимал роль просвещения, стал инициатором создания Краевического музея, который теперь носит его имя. Градеков содействовал открытию в крае первого высшего учебного заведения, был покровителем географического общества и меценатом, за что и получил звание почетного гражданина Хабаровска. В сентябре 1902 года, отслужив положенный срок губернаторства, Николай Иванович Градеков уехал в Санкт-Петербург. Хабаровску он завещал свою этнографическую коллекцию и библиотеку. Сегодня в России день кинопремьер. О фильмах, которые вышли в прокат в хабаровских кинотеатрах, расскажем в рубрике «Афиша». «Звезда родилась» в так называемом фильм-мюзикл, главную роль в котором играет Леди Гага. Кантри-музыкант, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому неизвестной талантливой певицей. Джек помогает Элли добиться успеха, но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой. Выходит на большой экран и российская драма на районе режиссера Ольги Зуевой. В ролях Данила Козловский, Илья Маланин, Елена Аболенская. Друзья зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями. Ну, до поры до времени. Это была программа «Город сегодня. Жизнь краевой столицы в событиях, людях, цифрах». Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова